Девочки, добрейшее утро. Пардонтис. Добрый день. Время 12. Только встала. Только встала. У меня завтрак, представляете, моим супчиком с бантиками. Как я люблю вот эти бантики. Красивые. Мой вкусный супчик. Помидорки порезала розовые с лучком. Десертик. Вот этот йогурт очень люблю. Десертик. Ну, естественно, чай с лимоном. Без него ни туды, ни сюды. Вот так вот скромненький у меня завтрак. Никаких деликатесов. Всё скромненько и культурненько. Много дел. Много дел. Дела сделаю. Естественно, может быть, расскажу. Какие дела? Дел много. А можете не расскажу. Всё, девочки. Мальчики, я буду трапезничать. Кстати, я ещё даже не голодная. Как вчера во втором часу ночи поела, я до сих пор ещё сыта. Но кушать надо. Ха-ха-ха. Через не хочу, но кушать надо. Да шучу я. Всё, ну, кушать хочется. Ммм. Как я люблю свои супчики. Мишленовские. Короче. Всё. Некогда трепаться. Всем доброго дня. Всем удачи. Всех, кто кушает. Приятного аппетита. И мне тоже. Так, очередной салатик вкусненький будет. Значит, свежайшая капусточка мелко нарезанная. Вот видите, как мы режем? Вот эти бодыли не режем. Потому что их жрать невкусно. Вот они все идут на выброс. Так, свежая капусточка нарезанная. Значит, дальше что здесь будет? Здесь будет зеленуха. Три огурца. Вот четыре упаковочки зелени. Шесть яичек варёных. И очень вкусная заправочка. Желток, горчица, майонез. Потом покажу. Очень вкусный салат. Очень. Так, три огурчика соломочкой. Режутся. И соломочка яйца, но без желтка. Только белки пойдут в салат. Ну и, как я говорила, вот это всё. Заправка для салата. Шесть желтков. Полторы ложки горчицы клади. Там у Костяна на столе полторы ложки горчицы. Ложечек шеи. Не лази. Заправка для салатика. Шесть желтков. Полторы ложки горчицы. Ещё? Ну давай, давай ещё. Так, ложечек шесть-семь столовых масла. Посолить. И столько же майонеза. Перемешать и выложить в салат. Промежуточный момент приготовления заправки. Давай. Опыт с фонтом. Никто не станет спорить с его опытом. Актёры в гримёрных супрят роли. Главное остаться. На сцене по-любому нет боли. Эмоции прописаны на бумаге. Сначала соло, следом смерть. По второму марте. Таланты не веруют о неузнаваемости. Необходимо нравится сорвать девации. Остаться в театре. Во что бы то ни стало. И главный рой, только тяблый рой третьего плана. Не ликвоток кем-то. Написанное или бредно. Эй, режиссёр, прости меня за это. Твою верю, не верю. Для меня пустые слова. В твоём театре больше нет роли. Так, сгонялись с Костяном по делам. Ну, точнее сказать, с Костяном и с Юркой. Обычненько на машине. Заскочили в магазин. М-а-га-зин. Так, это что? Это рисовая лапша. Бустричным соусом. С пюре. Тамаринда. С пюре. Тамаринда. Кирсиан на пробу все взял. Так, немножко забежали в магазин. Майонез. Майонез. Так, это сырный. Это аджичка. Это грибной соус. И чесночный. Дальше что? Полотенце влажное. Две штуки. Очень мы их уважаем. Все дела мы ими делаем. Так, это крабовый рулетик. Раньше мы покупали с Константином в магните. Вот такие толстые. Такие вот толстые рулеты. Но вот толстых не было. Взяли два тонких. Магли бы эти крабовые рулетики. Так, вот такой еще соус горчичный. И вот такой горчичный. Так, дальше что? Рис. Должно быть две пачки. Сливочки. Кофе печь. Две коробочки. Сырокопченую колбаску на салатик. Две штучки дымов. Нравится мне эта колбаска сырокопченая. Так, вот такую ветчину взяли на пробу. Новинка. Ну, как бы на вид вроде что-то похоже там. Ну, не знаю. Попробуем. Дальше что? Сливы. Кубанка. Сливы в легком сиропе. Прям захотелось. Две упаковочки яичной лапши. И еще одна эта штука. И это вышло... Твою мать. Это вышло две шестьсот семьдесят два рубля. Все. Больше ничего. И помчались домой. Изабель. На. Изабель, на. На, Изабель. Все. Девочки, время пять утра. Через полчаса встанет Костя. Полшестого он встает. Я ему приготовила три бутербродика. Семка. Смотрите, какие жирненькие. Спарит с толщиной. Рыбку нарезала. Очень вкусно. Это Костян будет завтракать. В магазине тоже где-то так же и стоит. Но опять там будет свежачок. Да, там замороженная стоит дешевле. А свежезловленная она стоит по-познему пятьдесят. По-советски опять как сюда в магазин. Увиделось твороги. Так захотела, взяла. Помидорчиков немножко. Вообще мне нужно было только в аптеку. Кошка и тикет. Я им все время разнообразую. Зашла к нерушкам, купила азербайджанские помидоры. Очень вкусные. А вот это чудо-пяточки. Я увидела в интернете. Купила в фикс-прайсе. Очень хвалят. Буду экспериментировать. Вот ватные виски. Там короче, потом все покажу. Это все кошкам корм. Разнообразие. То такой, то такой. Феликс сухой купила. Шестьсот грамм. Две упаковки. Нет, нет, они у меня любят сухой корм. И кетчуп. Кетчуп. Кетчуп фирмы ЕЖК. Это Екатеринбургский жировой комбинат. Что майонез у них самый вкусный. Провансаль. Что вкусный кетчуп. Поэтому я взяла две упаковочки шашлычного. Ну, они большие. И две упаковочки томатного. Так как пожрать мы любим. И чай будет про запас. Девочки, я опять у Костяна в комнате. Как я говорила. Его комната заставляет на каком-то уровне меня все время жрать. В общем, время пол первого. У меня чай. Мой вот этот вкусный салатик. Очень вкусный. Но я все-таки резанула еще один помидорчик. Ну, и взяла себе три ковченых крылышка. Пол первого ночи. Твою мать. Все. Сто процентов с понедельника. Я начинаю заниматься собой. На первом месте гулять в парке. Потом, значит, я делала зарядку часовую. Пять тысяч шагов в день. Забросила. Начну я снова. Ну, и прекращу ночами жрать. Ну, а пока... Пока сегодня еще только среда. Господи, ради меня, Господи. Я тут на полотенчике, как бабуся. В общем, короче. Пол первого. Не утерпела. Сажусь есть. Все. Ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.